В Хангаласском районе ввели в работу новый коровник о том, как в Улусе поддерживают фермерские хозяйства и как на них повлияет реализация закона о дальневосточном гектаре, разбиралась Виолетта Засимова. Решив работать только на себя, говорил Петров, при поддержке жены и трех сыновей, в 2011 году открыл собственное фермерское хозяйство. Уже через два года выиграл грант «Начинающий фермер» по линии Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики республики. Но самым результативным оказался минувший год. В местности Истях, между селами Улахана и Актемса, был построен целый ряд объектов. Коровник на 80 скотомест, три жилых дома для работников, баня и гараж. К тому же было подведено электричество на участок. Мы начинали вообще с нуля. У нас было пять коров, пять телят. На данный момент у нас 100 голов скотины, 50 голов коров, 50 голов телят. Оснащены техникой. Сенокосные угодья нам дали. Где-то 90 гектаров земли имеем у нас в Наслеге. Помимо этого имеем вот этот участок наш, подсоилочную базу, которую дали. 12 гектаров она. В строительстве базы по сильную помощь оказали власти района. Были выделены базальтовые плиты. УЛУС ходатайствовал перед Республиканской инвестиционной компанией о предоставлении пиломатериалов в рассрочку. Мы отработали с центральными электрическими сетями. Это, соответственно, например, по удешевлению стоимости тех присоединений именно конкретно по электричеству, по подводке электричества. Ну, здесь действительно электрики запросили очень много, почти практически полтора миллиона рублей. Но потом, после того, как пересчитали тарифы, соответственно, работы электриков, сумма была уменьшена двое. Открывать собственное дело в кризис само по себе рискованно. К тому же началась поэтапная реализация закона о дальневосточном гектаре. Дальневосточный гектар здесь будет мешать, но, наоборот, у них имеются возможности. Если бы у нас было побольше таких хозяйств, которые взяли бы землю для сельхозпроизводства, было бы очень хорошо. На этот год семья Петровых поставила для себя уже несколько целей. Строительство еще одного коровника на 100 мест, развитие коневодства и получение гранта развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянских фермерских хозяйств. По той же линии Минсельхоза Республики.